Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео мы поговорим об эпителиальном копчиковом ходе, который еще называют пилонидальной болезнью или кистой копчика. А также мы разберем инновационный метод оперативного лечения этого заболевания с использованием лазера методом Альфа. Для начала давайте разберем, что из себя представляет эпителиальный копчиковый ход. Он имеет вид узкой трубки, которая располагается подкожно в области копчика. При этом данное заболевание никак не связано ни с крецом, ни с копчиком. Эпителиальный копчиковый ход открывается на коже межгодичной сладки в виде одного или нескольких мелких отверстий. По одной теории данное заболевание является врожденным. То есть патология детки рождается, но при этом копчиковый ход никак себя не проявляет многие годы и не влияет на развитие ребенка. По другой теории, которая в настоящее время имеет основное распространение на Западе, это заболевание связано с неправильным ростом волос в области межгодичной сладки, что впоследствии приводит к появлению воспитательного процесса в этой области. Как правило, проблема возникает впервые в возрасте 14-25 лет. Провоцирующими факторами могут служить травмы в области копчика, например, в результате падений, простудные заболевания и переохлаждения. Вначале в области копчика появляется припухлость, которая не имеет особенной болезненности, но ощущается при сидячем положении или ходьбе. Это стадия инфильтрации. Затем в области перимидальной кисты возникает нагноение, которое распространяется на окружающую жировую ткань. При этом пациент отмечает значительный отек, покраснение и болезненность в области копчика. Боль часто носит выраженный пульсирующий характер. Отмечается подъем температуры, недомогание, невозможность находиться в положении сидя. Если вовремя не произвести вскрытие гнойной полости, то гной самостоятельно расплавит кожу и выйдет наружу. Отхождение гноя приводит к облегчению состояния пациента, но при этом не решает саму проблему, так как сам эпителиальный копчиков ход после вскрытия гноняка остается на месте и со временем он в обязательном порядке нагноится снова. Либо в области копчика образуется вторичное отверстие, через которое постоянно будет сочиться жидкость. Поэтому если у человека в жизни был хотя бы один случай нагноения эпителиального копчика хода, то им обязательно требуется оперативное лечение, которое заключается в его удалении. Причем лучше операцию выполнять в период ремиссии, то есть в период отсутствия гнойно-воспалительного процесса и инфекции. При классическом удалении копчика хода образуется довольно обширная и глубокая рана, которую либо зашивают, либо оставляют открытой. Если рана ушивается, то возникает большой шанс на ее нагноение. Для того, чтобы этого не произошло, рана должна быть плотно сшита, в ней не должно быть полости. При таком ушивании возникает сильное натяжение ткани, что сопровождается болью и огромным бескомфортом. Пациенту после операции нельзя нагибаться, тем более нельзя сидеть. Он может либо ходить и стоять, либо лежать на боку или на животе, и строго с выпрямленными ногами. В туалет человек ходит стоя, шнурки себе завязать не может. Спит на животе, и все это длится недели, две, не меньше. Потом плавно объем движения расширяется, рекомендуется не сидеть около месяца, что в настоящее время для современного человека практически невозможно. Если данные рекомендации нарушить хоть раз, то часть швов может прорезаться, образуется полость, в которой скопится жидкость, и рана нагноится. Иногда швы могут прорезаться самостоятельно, даже при очень бережном отношении пациента к ране и при выполнении всех рекомендаций доктора. Таким образом, шанс нагноения и несостоятельности швов в послеоперационном периоде очень велик. Поэтому многие хирурги после удаления патриального копчика хода оставляют рану открытой. Этот вариант завершения операции тоже переживается человеком с массой неудобств. Требуются ежедневные перевязки у хирурга, которые поначалу довольно болезненны. Повязки обильно промокают, поэтому в области копчика их приходится накладывать довольно много. Рана сживает долго, обычно более месяца. Человек первую неделю проводит в больнице, затем еще не менее недели дома. Плюс к этому на месте раны образуется грубый рубец. В общем, классический способ удаления копчика хода весьма неудобен для пациента. Буквально несколько лет назад на Западе был разработан и теперь запатентован метод оперативного лечения данной патологии с применением лазером – Силак. Мною эта операция была несколько доработана и запатентована. Теперь в нашем исполнении операция имеет название Альфа. Лазер позволяет удалить эпитриальный копчевый ход через маленький прокол кожи под контролем ультразвука. Естественно, при этом не образуются огромные раны. Следовательно, отсутствует поверхностное натяжение после операции. Болевой синдром при этом снижается в разы. Пациент в день операции уже едет домой, у него не будет ограничений подвижности, он может сидеть, нагибаться, спать, как привык. Как правило, на работу пациент выходит уже на следующий день. Ключевые особенности операции состоят в том, что мы минимизировали объем ожога здоровых тканей. Это стоит пояснить подробнее. При операции энергия лазера преобразуется в тепло. Ткань эпитриального копчевого хода при этом нагревается до высоких температур, в результате чего она выпаривается. Так как операция идет через мелкий прокол кожи, то чтобы хорошо видеть копчевый ход, необходимо использовать ультразвуковое сопровождение. В результате хирург может четко воздействовать на именно ту патологическую ткань, которую он хочет. Как вы понимаете, вокруг копчевого хода находятся здоровые ткани. Наша цель их не затронуть и защитить от ожога лазером. Для этого мы применяем водный лазер с длиной волны 1,56 микрон. Это одна из ключевых особенностей методики Альфа. При этой волне ткани подвергаются дозированному нагреванию, достаточному для выпаривания. Если будет иная волна лазера, то ткани могут обугливаться и как следствие серьезной ожоги результат будет плохим. Вторая ключевая особенность операции Альфа – это введение тумисцента вокруг эпителиального копчевого хода. Это специальная жидкость, которая отделяет здоровые ткани от места воздействия лазера. Тумисцент поглощает излишнее тепло и тем самым защищает здоровые ткани от ожога. Есть и другие, менее значимые нюансы операции, но для неискушенного зрителя информации уже достаточно. Осталось только сказать, что операция проводится по внутривенной анестезии или спинномозговой, и человек при этом ничего не чувствует. Также хотелось бы отметить, что при некоторых вариантах течения заболевания эту методику провести технически невозможно, и патогенетически это будет неправильно. В этих случаях можно применить другие варианты лазерного лечения пенодальной болезни, такие как черезраневая лазерная коагуляция пенодальной кисты, она же синус стомия, лазерная коагуляция полости абцесса и пенодальной кисты после его предварительного вскрытия, и пидпикинг с использованием лазера. Это лазерная обработка всех первичных свечевых ходов с деструкцией их стенок. Эти методики также малоинвазивны и позволяют расширить возможность лазерного лечения пенодальной болезни. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!